МОРОБЛОГ И поэтому пора взять себя в руки Пойти в спортзал Не знаю, начать бегать Плавать, нет, плавать еще не начинайте Пока что все-таки рановато как-то Поэтому давайте, давайте все дружно возьмем себя в руки И будем вступать в форму Ну ладно, давайте считать, что я построил камеру Построил свет И вообще я молодец Мне немножко сегодня слепит, но ничего страшного Дорогие друзья, недалее чем полмесяца назад Уже больше Мэри Джейн стукнула, вы не поверите Ладно, мы не будем раскрывать страшную тайну Сколько стукнула Мэри Джейн Круглая дата Сегодня надо пить про все, что видишь ты Например, про пиво Если пиво стоит в банке То оно наверняка не разливное А не, спой тоже что-нибудь Спой что-нибудь с моим зрителем Мои зрители хотят услышать песенку Песенку, например, про пиво А почему она смотрит на нос? Потому что ты видишь себя Стронненько А вот на самом деле неправильно Я просто очень Артистичный Не в рифу Вот там машет рукой человек Наверное, ему что-то хочется А я рукой не машу Значит, мне ничего не хочется Очень грустная песенка У меня сейчас получается Аня, хватит ей свои пальцы А-а-а-а Где? Где транспорт? Я спрашиваю вас Где? Где он? А теперь, дорогая, я Машенька. Мы не приемли на твой день рождения. Потому что приехал транспорт. Но было холодно. Но даже не знаю, было ли холодно. Аня вот не знает она. Я не знаю, было ли холодно, но было точно сыро. Маша, с днем рождения. Маша. Маша. С днем. С днем рождения тебе с днем, Мария. Поздравляю. Слово-то сложное. И мне бы хотелось поздравить Мэри Джейна от всего Мора Блога. От всех моих зрителей. Я надеюсь, что вы ко мне присоединяетесь. Маша! Твари. Твари-твари-твари. Молодец. Рад, что ты есть. Симмонс. Да, капитан. Ты бы не мог облезать камеру? Конечно. Довольно часто меня спрашивают о том, как я живу, где я живу, с кем я живу. Первые 16 лет своей жизни я прожил дома с родителями. Потом некоторое время я жил в Петрозаводске в другом месте. Потом я переехал в Питер на полтора года. И теперь я снова вернулся и снова живу с родителями. Мы все понимаем, что есть определенные нюансы, с которыми нам приходится мириться, когда мы живем с родителями. И это не есть плохо. Моя мама родилась 1 апреля. Это просто, просто чертовски символично. Новые, черные, зимние, 37-й размер на каблуке. И вот такие вот штучки сверху должны быть. Черные, 37-й размер на каблуке. И вот такие штучки. А вот и сапоги, которые ожидает мама из ремонта. Где мои сапоги? Так там лежат. Это не мои сапоги, я же нарисовала на картинке. Ну, так а что там? Это не мои сапоги. Там металлические вставки по боку. Ну, на каблуке сапоги. Ну, так там же на каблуке они. Это не мои сапоги, тебе еще раз говорю. Вот нету, женщин чувство юмора, я никакого возьму. Как я уже говорил ранее, у меня появляется масса свободного времени, и энное количество этого самого свободного времени я трачу. И вы не поверите на что, на готовку. Ну, что же, давайте без лишних слов сразу же перейдем к видео. Берем нори, положили его сюда. Кладем его в блестящую сторону виниц, потому что мы умнички с вами знаем, что так делать правильно. Берем, значит, из нашей чаши полной риса для обложения богов кусочек риса. Потом делаем перерыв, отрываем кусочек нори и подкармливаем бога. Подкарми бога. И дальше продолжаем закладывать фундамент нашего будущего прекрасного ролла. Я гулял с песиком, но это, как вы понимаете, никакого отношения к роллам не имеет. Потом мы делаем так. Потом мы берем чудо-огурец. Взять огурец. Отрезать кончик. Смочить его в своем соусе и запихнуть в ролл. Целька, цензурная версия получилась. Наложенный, нарезанный, в смысле, не наложенный. Да простят меня все учителя русского. Берем, значит, перчик. Перчик, ну хорошо, да, медленно-медленно так, оп, чтобы сфокусировалось. Перчик мы нарезаем не так красиво, как режем мы, а ровненько, потому что его будет класть удобнее. Как вы знаете, если на сцене встит ведро, оно должно выстрелить, которое ружье, то все поняли меня. Если вы видели ножницы в начале нашего прекрасного видеоурока, то они должны были быть использованы. Дальше мы берем злосчастный авокадо, пхаем его сюда, а потом берем так, придерживаем начинку пальцами, формируем ром. Надеюсь, что у нас все получилось. Хотя не уверен я был совершенно. Так вот приминаем немножечко, но не сильно. Только не сильно. А потом берем так, а так берем и раскатываем его, раскатываем, раскатываем, раскатываем. И если у нас сейчас все получилось хорошо, в чем я сомневаюсь? Мы учатся на ошибках, тянулась. То получается у нас в меру круглый ролл. Нет, нормально получилось. Но, как видите, тут ничего не запекалось, запихалось, не заклеилось, вот как. Может, отклеилось. Расклеилось, и к чертой матье. Берем воду, намазываем всю. Ой, это оно что-то кипит. А это мы сейчас, подожди, это в следующем видео уроке мы расскажем, как варить яйца. Вот, все, водичкой намочили, прижали, прижали, и все. Смотри, как круглый чудесный ролл, ну там, водичкой. Архе, что ты делаешь? Я делаю салат. Ты делаешь салат? А из чего ты делаешь салат? Овощей всякие. Из овощей. Откуда эти овощи? Это остатки роллов. Остатки роллов! Тан-тан-тан-тан-тан. Дорогие друзья, в общем, запись Моро-блога растянулась аж на два дня. Ура. И, наверное, это должно говорить о том, что Моро-блог становится все более и более содержательным. Но это не так. Дело в том, что вы наверняка видели видео Расти Оранж. Дело в том, что я такая няшка, я съел бэкстейдж. Да, между прочим, это двадцатый бэкстейдж, так что и с юбилеем всех нас. И мне бы хотелось показать вам такую штуку. Вау. Вау, вау. Персональное обращение к неким Жанне и Анне из города Воронежа. Дело в том, что девочки записали видеообращение, и это оказалось как-то очень актуально, как-то мне это очень поднимало настроение. Если вы присмотритесь, вы наверняка видите здесь светлое пятно. И если мы приложим эту летучую мышь сюда, то она может там замаскироваться. Вы правильно поняли, это кусочек моей маленькой студии. Здесь даже это написано все. То есть кусочек Моро-блога с моей витейватой подписью. И мне бы хотелось отправить эту самую летучую мышь в город Воронеж непосредственно с Жанней и Анне. Поэтому если девушка мне напишет в личнику свой адрес, то я с радостью он и отправлю. А на самом деле таких милых кошерных штук у меня много, поэтому если вдруг вам стало лень и жалко денег на распечатывание моих фотографий, чтобы я вам их подписал, то можете просто писать мне письма. Но прошу обязательно вкладывать конверт, потому как это накладно, отвечать всем. Вот. О боже мой. Запись все еще идет. Стыдно. И, как я и обещал, обсуждение фильма. В этот раз мне бы хотелось порекомендовать, посоветовать, поделиться впечатлениями об одном из моих глубоко любимых фильмов «В городе грехов». Голди с dead. Субтитры сделал DimaTorzok Вообще, фильм откровеннейшая антиутопия, но вы знаете, в том гротеске, в тех жутких сценах, коими фильм изобилует, вы можете очень просто, очень явно увидеть отсылок к нашему современному обществу и к тому, что происходит на улицах сейчас. Первый раз я его посмотрел, когда мне было 16, и поэтому я не буду рекомендовать его лицам, не достигшим 16-летнего возраста, а вот уже после 16 его посмотреть можно и нужно. Позвольте поблагодарить всех вас за терпение. Сегодняшний марблог вы досмотрели до конца. Смотрел до этого момента? Молодец! Я прощаюсь с вами, и до встречи через неделю. Друзья, возьмите себя в руки и вперед в спортзал! Друзья, возьмите себя в руки и в руки и в руки.